Через хаос городского боя силы планетарной обороны прорываются к осаждённым арбитрам. Станет это поворотным моментом, восстание или же обернётся бессмысленным кровопролитием, не знает никто. Пылающим городе можно довериться лишь вере и надежде, но последнее уже почти покинуло это место. Специально для подписчиков Историум ТВ действует 7% скидка. Историум ТВ При помощи своего бульдозерного отвала Химера буквально вгрызалась в то, что когда-то было Лемистией. Величественные здания обратились в бетонную крошку, а жилые кварталы теперь смотрели на продвигающихся бойцов СПО пустыми глазницами зданий. Следуя за бурей артиллерийского огня, передовой отряд 17-го полка почти не встречал на своём пути какие-либо признаки жизни. Лишь изредка кто-то по ним вёл беспокоящий огонь из руин и тут же отступал до того, как артиллерия успевала перенацелиться на новую мишень. Своими траками Химера перемалывала последние остатки мирной жизни и смешивала их с грязью, а идущие под прикрытием брони пехотинцы ещё плотнее втаптывали её в грунт десятками сапог. Выглядывая из-за приподнятой створки люка на крыше десантного отделения, лейтенант Анатолий Гален беспокойно вглядывался в горизонт, ожидая в каждой оставшейся после попадания фугасного снаряда сотрясателя воронки увидеть характерную трубу гранатомёта, а на крыше в здании человеческие фигуры с оружием в руках. Двое солдат, также стоявших рядом и прикрывающиеся створками словно щитами, нацелили свои лазганы куда-то в стороны и вверх, готовясь открыть огонь по любому движению на фланге. Бросив быстрый взгляд назад на движущиеся следом отделения, лейтенант в уме уже хотел было начать проклинать машинного бога за то, что тот не предусмотрел удобные средства наблюдения за окружающими крышами, расположенные под бронёй, когда его плеча быстро и оттого даже грубо дотронулась рука одного из бойцов. «Сэр, смотрите!» Еле удерживаясь от перехода на крик, он стволом лазгана показал куда-то в бок и вместе с этим снял оружие с предохранителя. Поднеся к глазам висящие на шее магнокуляры, лейтенант принялся выискивать то, что его подчинённый заметил невооружённым глазом, но, как назло, ничего не мог разглядеть. «И ещё, сэр, вон там, у того здания!» «Здесь кругом те здания!» Процедил в ответ Анатолий, при этом жёстким движением руки возвращая назад второго бойца, который почти рефлекторно обернулся на разговор. Войдя магнокулярами из стороны в сторону, лейтенант наконец нашёл то, что искал. Группа людей, прячась в тенях и развалинах, суетилась возле полуобвалившегося дома, неся в руках то, что при помощи магнокуляра удалось быстро идентифицировать. «Внимание!» Едва успев включить внутреннюю бортовую связь, выкрикнул лейтенант. «На четыре часа! Дистанция средняя!» Башня Химера тут же пришла в движение, поворачивая свой мультилазер в сторону угрозы. Анатолий же продолжил говорить укрытому в корпусе Вокскастеру. «Всем приготовиться! Огня первым не открывать! Доложите контакте Ротному!» Вернув взгляд к руинам, он заметил, что движение стихло, и сейчас едва ли можно было понять местоположение неприятеля. Противник знал, что его заметили, но вместо того, чтобы отходить, залёг, явно готовясь к бою, и первый выстрел не заставил себя долго ждать. Лазерный луч без всякого вреда скользнул по корпусу БМП и, отразившись, ушёл куда-то в сторону. «Идиоты!» Только и выдохнул лейтенант, но следом по борту химеры словно прошлись молотом, а до ушей офицера дошёл характерный гром тяжёлого стаббера. Едва успев полностью опуститься в корпус, Анатолий заметил, как в той части створки, за которой он только что укрывался, появилось входное отверстие, а его самого обдало снопом горячих искр, сумевших его даже ненадолго ослепить, отчего лейтенант рефлекторно закрыл лицо ладонью. «Огонь! Сжечь их! На подавление!» Поддавшись панике, вскричал он. Но после, взяв себя в руки, окинул вернувшимся зрением десантное отделение и кратко добавил. «Спешиться!» Выйдя через аппарель и выведя за собой командное отделение, лейтенант тут же оказался в грязи, смешанный с булыжниками и бетонным щебнем. Следовавший за химерой взвод, с самого начала стрельбы залёг вдоль своего маршрута и принялся отстреливаться, ведя свой лазерный огонь не столько прицельно, сколько намереваясь подавить стабер мятежников, который в свою очередь продолжал расстреливать химеру в достаточно уязвимый борт. Но и та не заставила себя долго ждать, на ходу открыв огонь из своего основного оружия. «Леандр! За химерой! Живо! Отрежьте их с левого фланга!» Взрывев двигателем, БМП повернула и своим отвалом снесла угол очередного здания, а следом за ней устремилась и ведомая сержантом отделением. Их продвижение несколько осложнялось тем, что стрельба повстанцев по борту химеры всё-таки принесла некоторый результат, а именно несколько попаданий всё же смогли пробить внешний топливный бак на надгусеничной полке, и сейчас горящий Прометиум выплёскивался как на саму машину, так и поджигал грунт следом за ней. И пусть пламя само по себе не представляло угрозы, всё же оно мешало пехоте двигаться самым оптимальным маршрутом. Тем временем, лазерный огонь остальной части, уже успевшего рассредоточиться в заводе, всё же возымел эффект, и противник сейчас лишь бесприцельно отстреливался, не имея возможности поднять головы. «Примкнуть штыки!» Надрывая голосовые связки, лейтенант перекрикнул и треск лазганов, и уханье стаббера. «Вперёд! За императора!» Анатолий сдёрнул с пояса свой цепной меч, и указав им на противника, первым покинул укрытие, с секундной задержкой за ним последовали его бойцы, не прекращая стрельбу. Разрушенный городской ландшафт предоставлял множество укрытий, а даже тогда, когда наступающие не могли вести огонь, подавлением противника занималась Химера. С трудом контролируя дыхание, после не самой долгой, но очень напряжённой пробежки, он перескочил через полуразрушенную оконную раму, и взглядом встретился с мятежником, спешно перезаряжавшим свой стаб револьвер. Мгновение спустя в руке Анатолия сверкнул болт пистолет, отправивший снаряд в предплечье мятежнику, напрочь оторвав руку и разворотив половину грудной клетки, забрызгав кровью даже потолок. Остановившись, чтобы побороть неожиданно подступивший рвотный позыв и унять дрожь, лейтенант пропустил вперёд несколько бойцов, а после перешагнув изувеченное тело, пошёл дальше, на ходу заведя двигатель цепного меча и моля императора о том, чтобы ему не довелось им воспользоваться. Лейтенант Гален всё так же всматривался в окрестные строения, только теперь ещё более хмуро и мрачно, чем раньше. Бой закончился, едва успев начаться, и взвод продолжил движение, но тревога, на время отогнанное приливом адреналина, только сейчас ударила по Анатолию, и усеяны выбоинами от попаданий, да обгоревший борт химеры, только усиливали это чувство. Смотреть в десантное отделение он сейчас старался ещё реже. Медик оказывал помощь нескольким раненым, а потому там было достаточно крови, чтобы заставить колени офицера невольно трястись, чего решительно нельзя было показывать подчинённым, пусть и сами они едва ли были в лучшем состоянии. Продвинувшись вглубь города, взвод оказался одновременно и в более грязном, но в то же время и более целом месте. Судя по всему, близость к крепости арбитров не позволила мятежникам держать здесь боевые отряды, а потому артиллерия не наносила по ним ударов. Время от времени попадались группы гражданских, а может быть просто невооружённых мятежников, пытавшихся живой стеной остановить химеру. Но их получалось разогнать предупредительной стрельбой, возиться с ними и допрашивать не было времени. Так что, с сожалением, лейтенант оставлял у себя в тылу организованные группы людей, способных в любой удобный для них момент достать из схрона оружие и выстрелить в спину. Но милостью императора этого не происходило. Так продолжалось до тех пор, пока в переулках между зданиями не показалась сама крепость. Высокое здание, увешанное авгурами и бойницами, а вокруг него целая толпа, пытающаяся его блокировать. Прикрываясь ей, действовали разрозненные мятежники, постреливающие по сотрудникам арбитрос. Те в ответ прорывали живую стену и шоковыми дубинками подавляли нарастающую эскалацию насилия. Точно так же случилось, когда химера и движущиеся за ней бойцы СПО оказались на небольшой площади возле самых ворот. Огня с крыш можно было не ожидать. Арбитры регулярно кого-то там отстреливали, а окна зданий и выходящие крепости были намертво запетонированы. Так что солдаты сосредоточили всё своё внимание на толпе. Где-то в её глубине раздалась яркая вспышка, а следом и ещё одна. Несколько выстрелов из топоружия, отстрекотания автопистолета и ещё вспышка. Толпа закричала и потянулась в стороны, освобождая пароход для арбитров. Прикрываясь подавляющими щитами, арбитраторы неумолибо продвигались вперёд, навстречу к тем, кто должен их якобы спасать. И каждый раз, когда перед ними возникал кто-то достаточно смелый, или что более вероятно глупый, яркая вспышка энергии сбивала его с ног, а после его осыпали градом ударов шоковых дубинок. Некоторые пытались отстреливаться, но примитивное оружие не наносило никакого вреда панцирным доспехом служителей Лекс Империя, и только злило их. А после того, как стрелки оказывались обездвижены, их хватали и утаскивали в крепость. Бойцы СПО продолжали движение сквозь толпу. Окружив Химеру, они прикладами начали прокладывать себе дорогу, что было отнюдь не так быстро и умело, как у арбитров. Но выстрелы в воздух всё ещё помогали. Забравшийся на крышу десантного отделения БМП, лейтенант призывал толпу расступиться, но той явно было всё равно, что подтвердило раздавшийся из ниоткуда выстрел, покасательный задевший на грудник лейтенанта и невероятной удачей, не нанёсшей тому никакого вреда. Моментально спрыгнув и бессильно выругавшись, офицер присоединился к своим подчинённым, молясь, чтобы яркие вспышки подавляющих щитов стали видны как можно скорее, и ответ повелителя человечества не заставил себя ждать. Уже через минуту арбитры проложили коридор до своих спасителей, и пусть долго удерживать его они не могли, этого было достаточно, чтобы бойцы СПО и их транспорт смогли начать движение к стенам гигантской крепости, при этом неувязнув болоте, из живых человеческих тел, пытавшихся подобно трясине утянуть в свои недра отколовшихся солдат. Наконец, добравшись до ворот, взвод смог взять небольшую передышку, но только до тех пор, пока не подойдут основные силы роты, чтобы полностью деблокировать крепость. Кто у вас старший? Судья появился буквально из ниоткуда, даже несмотря на то, что он, как и арбитраторы, был облачён в тяжёлую броню арбитрос. Лейтенант Анатолий Галлен, сэр! Солдат спрыгнул с борта Химеры и, отсультовав, приветствовал арбитра. Семнадцатый СПО, с кем имею честь говорить? Судья Давид Калман, я командую этим участком. Какие у вас силы? Он с некоторым пренебрежением окинул взвод, а после требовательно взглянул на офицера. Какое подкрепление нам следует ожидать? Не могу знать, сэр, но, судя по всему, весь наш полк, вернее, та его часть, что сможет дойти. Замечательно. Вы понадобитесь мне, чтобы закончить одно дело. Ты и твой отряд в частности. Дело? Не успел опешить офицера, как судья продолжил. Нам нужно добраться до окрестностей шпиля администратума и как можно скорее. Но, сэр, предполагалось, что ваши силы помогут нам в очистке города от мете... Это очень важное дело, сынок. Пусть и не твоего ума. Готовь людей. Мне нужно доложить в штаб. Хоть что-то. Они могут потребовать вашего доклада о ситуации. Хм... Нахмурившись, вздохнул судья и недовольно мотнул головой. Это не для Вокса. Конечно, я могу доверить дело другим арбитрам, но все же мне нужно там быть самому. С другой стороны, если иначе помощь от вас не получить, то придется рассказать обо всем лично. Хорошо, лейтенант. Сообщай своим. Только поторопись. Подписывайтесь на канал, пишите свои мнения в комментариях под видео и заходите на warhammergames.ru, где вы можете скачать книги, кодексы, файлы для игр по вселенной, а также ознакомиться со свежими новостями. Мрачной тьме далекого будущего есть только война.